Проблему льготного проезда для старшеклассников обещал решить глава региона. О том, что она существует, Булат Бакауф узнал на встрече с попечительскими советами школ области. Представители родительских комитетов, кроме прочего, беспокоят изношенные спортплощадки, рассохшиеся окна, парковки, которые всегда заняты. Больше всего питания детей. Александра Петрова подробнее. Представители районов в основном жаловались на отсутствие музыкальных школ и бассейнов. Городские жители подняли на болевший вопрос стоимости проезда для старшеклассников. 15-летние студенты колледжей платят в транспорте 40 тенге, а их ровесники и ученики 80. Учащимся общеобразовательных школ, которые не имеют в настоящее время ни своего дохода, ни каких-то стипендий, можно каким-то образом при наличии вот этой справки из школы продумать вопрос, оставить им 50-процентный проезд. Об этой несправедливости глава региона узнал впервые. Обещал разобраться, чтобы льготный проезд для школьников не ограничивался возрастом. Однако самый острый вопрос, волнующий большинство родителей – питание учеников. Когда я в состав комиссии вошла вместе с отделом образования, ну ротаном, я успела с ними проехаться по шести школам. С порога заходя в эти все школы сплошные нарушения, начиная с меню. Нету накладных. Нарекания родителей вызывают качество питания и разница в цене. По их словам, в одних школах комплекс из нескольких блюд стоит 320 тенге. В других за те же деньги предлагают только второе. В селе Успенка за обед ученики оказалось и вовсе платят по 500 тенге. Резюме такое. Мы найдем средства для того, чтобы с первого по четвертый класс по области было питание бесплатно. За качество отвечаете вы. Но со стоимостью 300 тенге. Не 380. Но это питание должно быть не только за бюджет, а за счет бизнеса, спонсорских и бюджетных средств. Много жалоб от попечительских комитетов на состояние самих школ. Влад Бакаов сообщил, за три года все приведут в порядок. Причем комплексно. Крыши, окна, косметический ремонт кабинетов. И по возможности заменят старую мебель. Из бюджета на это выделят 2 миллиарда 400 миллионов тенге.